Доброе утро! Продолжает вещание. Я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. В Корчаево-Черкесии переменная облачность. В горах местами кратковременный дождь. Ночью без осадков. Ветер юго-восточный 26 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 10. В горах плюс 1, плюс 4 градуса. Днем плюс 15, плюс 20. В горах плюс 7, плюс 10. В Черкесии переменная облачность. Ветер юго-восточный 2,5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 10. Днем плюс 14, плюс 16 градусов. Завтра, 4 ноября, отмечается государственный праздник День народного единства. Его истоки обращают нас к так называемому смутному времени в летописи нашей страны. Датой, ознаменовавшей завершение этого сложнейшего периода, считается 4 октября 1612 года, когда народное ополчение под представительством Казьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от польских интервентов. С праздником жителей Корчаева-Черкесии поздравляет глава республики Рашид Темрезов. Это и множество других событий в многовековой истории нашей страны являются напоминанием о том, что сила народа, государство в единстве. Как один из самых многонациональных регионов России, мы, жители Корчаева-Черкесии, знаем, как важны единство и взаимоуважение, и бережем эту дружбу, завещанную нам предками. Новейшее время показало, что сплоченность и взаимовыручка в мирные времена важны не меньше, чем в годы лихолетия. Сегодня мы объединены лицом перед опасным недугом, захватившего всю планету. И именно забота друг о друге, готовность протянуть руку помощи, быть ответственными и сознательными, помогают нам справляться с этой бедой. Уверены, что именно это единство народа позволит нам во все времена быть стойкими и достойно отвечать на вызовы. В Хабизе открыли памятник участнику Великой Отечественной войны, гвардии сержанту Шахамби Юлиасовичу Микитову. Он прошел дорогами войны от Москвы до самого Берлина вместе со своим боевым конем. На торжественной церемонии открытия побывала Фатима Даурова. В самом центре Хабеза, в парке, куда обычно люди приходят отдыхать семьями со своими детьми, располагается аллея героев, уроженцев аула. Сегодня в одном ряду с ними возвышается бюст ветерана Великой Отечественной войны, кавалера орденов славы третьей и второй степеней Шахамби Юлиасовича Микитова. Сегодняшнее мероприятие – это благодарность ветерану за мужество, подвиг, героизм, проявленные в те далекие года. Низкий поклон за ратный и мирный труд, за житейскую мудрость и активную гражданскую позицию. Самое святое, что нас объединяет – это память, чтить память, наш священный дух, передать эту память последующим поколениям – наша основная задача. На фронт Шахамби Юлиасович ушел 20-летним юношей. Его определили на службу в 30-й казачий кавалерийский полк. Высокий, подтянутый горец с природной выправкой умелого наездника оказался на своем месте. С детства черкесов приучают, как вести себя с конем. Поэтому Шахамби Юлиасову совсем несложно было освоиться и сразу же отличиться в боях. За отвагу и военные подвиги разведчик гвардии сержант Шахамби Юлиасович был удостоен медалями за взятие Берлина, за оборону Москвы, за освобождение Варшавы, за отвагу, за победу над Германией. Освободил Москву, гнал фашистов, взял Берлин. Есть песня «Ходит-ходит по Берлину наши казаки». Шахамби служил в гвардейском кавалерийском полку казачьем. Как раз эта песня о нём, и как раз он и там по Берлину ездил на коне. Он выдающийся человек, потому что он символ этой победы. Многим выступавшим повезло знать героев лицо в его послевоенной повседневной жизни. Шахамби Микитов был мальчишком, примером для подражания. Его приглашали в школу на уроки мужества, где он рассказывал детям о войне и солдатах победы. Здесь очень много из нашего рода. Он носит фамилии Микитовых, а его вторая половина была нашей сестрой, Фица Эхьяевна. Мы гордимся нашим дятям. Я его помню с самого детства, когда ещё мы росли, отца рядом не было. Он каждую осень привозил нам на своей телеге дрова. Таким человеком чистым, глубоко порядочным остался в моей памяти. Не было дня, проходя по улице Ленина, чтобы он не зашёл к нам в двор, не проведал моих родителей. Этот памятник олицетворения мужества, героизма, силы духа, проявленный в тяжелейшие военные годы не только моим отцом, но и нашими земляками, нашими аульчанами, родственниками, десятками миллионов соотечественников, перед которыми мы, послевоенное поколение, преклоняемся и благодарим за подаренную жизнь их. В конце официальной части родственники Шахамбия Микитова и жители аула возложили венки и цветы к памятному бюсту солдата Великой Отечественной войны. Фатима Даурова, Мусали Шаков, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Хабес. Чуть больше недели остаётся до завершения всероссийской переписи населения. Она стартовала 15 октября, а завершится 14 ноября. В этом году её впервые можно пройти в интернете через сайт Госуслуг и в многофункциональных центрах, где помогут волонтёры, а также на переписных участках. Как проходить масштабное мероприятие у нас в республике, какой способ пройти перепись предпочитают жители и кто активнее участвуют горожане или жители сельских населённых пунктов. На эти и другие вопросы в пресс-центре ГТРК Корчаева-Черкесии ответила начальник отдела организации переписи и обследований Северо-Кавказ-Стата Кулистан Шедакова. С ней беседовала Алла Динаева. Здравствуйте, Кулистан Магомедовна. Мы с вами встречались накануне начала переписи. Две недели прошло с тех пор. Расскажите, пожалуйста, как активно люди участвуют в переписи? На сегодня, подводя итоги, можно сказать, что мы практически приближаемся вот к 70-процентной отметке. Это уже какие-то десятые ещё не хватает до 70%. При этом, надо сказать, что начиная после первой недели, активность заметно возросла жителей в прохождении переписи, особенно на портале госуслуг. Видно, что эта форма, она как на современном этапе развития технологий, она востребована. На сегодня по нашему региону мы посмотрели статистику, которую на федеральном уровне Минцифры выгружают на портал данных хода переписи. Там свыше 64 тысяч жителей республики, они прошли перепись на портале госуслуг. Единственное, что на данный момент официальная цифра несколько ниже, потому что встречаются дубли, когда члены одной и той же семьи, они в разное время прошли на портале госуслуг. И поэтому мы-то должны переписать семью одну, и чтобы вот эти дубли исключить, некоторое идет отставание официальной цифры. Но на сегодняшний день вот у нас число переписанных на портале госуслуг, это приближается к 13%. Более 55 тысяч человек, которые прошли. А переписанными переписчиками тоже заметно возросла эта цифра. Каждый день вот у нас идет перепись, так, 10-12 тысяч это минимально. Вот столько прибавляется людей переписанных. Причем все районы активно работают. Некоторые уже вообще вступили в завершающую фазу, там, 85 и выше, да, вот последние там 15% переписать. Есть и такие у нас активные территории, несмотря на размер, там, маленький это относительно район по численности населения или же большой. Но вот как бы так движемся все, можно сказать, хорошо. Очень приятно это слышать, Кулистан Магомедовна, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в республике, что люди понимают, что перепись это важно и вот так активно принимают участие. Мы лично переписались дома к нам, домой пришел переписчик, можно соблюдая дистанцию. Они были в масках, да? Они были в масках, да. Почему я спросила, а в маске были? Потому что ведь эти все вопросы правительство тоже подошло к тому, чтобы всех переписчиков обеспечить средствами индивидуальной защиты. То есть мы мониторим постоянно ситуацию, где, если не хватает масок, где не хватает антисептических средств. Нам помог наш Минздрав, надо сказать, настолько оперативно и быстро. Они нам выделили 19 тысяч масок для помощи, да, вот, чтобы не было перебоя в обеспечении средствами индивидуальной защиты. И организовано, опять же, на федеральном уровне, с службами Роспотребнадзора, тестирование на безвозмездной основе переписного персонала. Причем не разово, а регулярно. И есть у нас такие случаи, когда, не имея симптомов, но переписчик оказался у него положительный тест, конечно, мы уже принимаем меры, чтобы он в народ не пошел. Вы сказали, есть участки, да? Переписные участки. Стационарные, мы их называем стационарными. Я, например, если я хочу узнать, к какому участку я отношусь, то куда мне пойти, если я не хочу видеть на пороге переписчика? Вы можете в любом стационарном участке переписаться. Их у нас в Черкесске, их 40. Их адреса, контактные телефоны. Есть на сайте Северокавказстата, на главной странице. Там есть всех территорий, входящих в Северокавказстат. Это Кабарда, Ставропольский край, Мы, Ингушетия, Осетия. То есть у всех это есть. То, что именно вот какой адрес, куда относятся, этого большого перечня мы там не разместили. Вот сколько адресов относятся там, их порядка 3 тысячи, да, вот с лишним приходится на один стационарный участок. Этого у нас нет. Он везде на сайтах размещается. И на этой горячей линии можно узнать по своему адресу номер своего переписного участка. В филармонии здания есть переписной участок. Придите сюда, кому удобно. То есть они не привязаны по прописке, да? Нет, прописки не привязаны. Но они по географическому положению, да. Они расположены так, чтобы это все было рядом с счетными участками. Но если он в силу какой-то своей занятости не может именно на этом переписном, он может в любой другой пойти. А 40 адресов этих переписных участков с контактами, они на сайте Северокавказстата, на главной размещена информация. Пожалуйста, выполните свой гражданский долг. Все пойдите, перепишите себя, семьи свои. Мало того, у нас принято решение, опять же, на уровне правительства о продлении возможности пройти перепись на портале госуслуг. Если она была первоначально до 8 ноября, то сейчас до 14-го это можно будет пройти. Поэтому все, кто не успевает, пожалуйста, на портале госуслуг возможность есть записать себя и свою семью в электронные переписные листы. Спасибо, Кулистан Магомедовна, что нашли время ответить на наши вопросы. В такое непростое время вы проводите такую масштабную работу, важную и нужную для всех нас. На территории Узжгутинского района состоялись профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Какие были правонарушения выявлены, узнавала наша съемочная группа. Подробнее Альбина Курочинова-Кенжева. За 9 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 284 ДТП, в которых погибло 38 человек и получили ранения различной степени тяжести 386 человек. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что основными причинами являются выезд на встречную полосу движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение скоростного режима, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов. Были выявлены нарушения, такие как установка регистрации, подложенных регистрационных знаков, управление транспортным средством, лицом, лишенным управлением транспортным средством, также управление транспортным средством, лицом, не имеющим права управления транспортным средством. Ну и другие правонарушения. Была остановлена машина с сотрудниками отдельного специализированного схода МВД ПКЧР, которая находилась в федеральном розыске. Водитель доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств. Время и порядок проведения рейдов устанавливается руководством МВД. При себе у инспектора документ, подтверждающий право проведения рейдов. Любая остановка автомобиля должна быть обоснованной. Поэтому инспектор обязан сообщить, что проводится массовая проверка на водителей и транспортных средств. Нужны ли такие рейды? Нужны. Для населения нужны. Для меня не надо, я все знаю. В данном случае у нас водитель-пример. Для меня я все знаю. Я вам показал? Никогда не нарушали? Ну как? Так не бывает, чтобы человек не спотыкался. Нарушал, нарушал. Я не буду говорить, что не нарушал. Молодежи какие-то советы дадите? Ну, дай бог здоровья им. Пусть себя берегут и аккуратно ездят. И не болеют. Сотрудники управления ГИБДД просят автовладельцев быть ответственными, быть взаимовежливыми на дороге и соблюдать скоростной режим. Рейды будут проводиться с очень частой периодичностью. Альбина Курочинова-Кенжева, Роберт Джигутанов. Вести. Карачаево-Черкесия. Уст-Джигутинский район. Мы продолжаем рубрику «Наше наследие», в которой расскажем об одном из красивейших сооружений республики – башни Адиюх. Возведенная почти три столетия назад кабардийским князем Темрюка Аджи Баматовым из рода Атажукиных. Сегодня она находится под охраной государства. Об истории башни расскажет Шерифат Лепшокова. Башня Адиюх высится над обрывом Малого Зеленчука. Построенная в XVIII веке, она выполняла сторожевую функцию. Но башня стала известной благодаря легенде о прекрасной девушке Адиюх. Светлорукая героиня нартского эпоса Адиюх в абазинском варианте Кайдух в Карачаевском Акпелек славилась своей необычайной красотой. Жила на высокой башне и каждую ночь озаряла пот своему мужу псабыди, когда тот возвращался с табуном из набега. Прекрасная княгиня протягивала руку, исходящий луч разгонял тьму и отважный нарт проходил через полотнянный мост. Но однажды возгордился псабыда перед супругой, за что горько поплатился. Историк-любитель Мухаммед Хакунов, как никто, знает эту легенду. Его отец, известный поэт Юсуф Хакунов, автор поэмы Адиюх. Он был знатоком истории и любовь к ней привел своему сыну. Погиб муж ночью, темной ночью. Он пригнал лошадей, она не осветила своей рукой, но все же он упрямый. Решил перегнать ночью. И до середины, наверное, табун дошел, и вдруг молния. И все лошади упали в реку. И он сам тоже. И оскалы вот эти, их кровью, вот красные оскалы. Сказание гласит, говорит Мухаммед Хакунов, что тело своего супруга Адиюх нашла аж у слияния малого Зеленчука и Кубани, на территории нынешней Белонечетской. Позже девушку увидел Сосрука. Сраженный красотой Адиюх, он предложил ей стать его женой. Согласие было получено, но происходит несчастный случай, и она погибает. Всю свою боль безутешно Сосрука передал в песне плачи. Похоронил ее, и никто не знает, где она была похоронена. Но молва была всегда, что она похоронена прямо под башней, вот сюда спуститься, и вдоль вот этих скал там пещеры. В одной из пещер она была похоронена и замурована. И Алибердуковские ребята, они нашли. Нашли, ну, кости женщины и платье очень красивое. И когда, говорят, открыли, оно все рассыпалось. За каждым мифом скрывается факт. Как знать, может, именно Адиюх нашла там свое последнее пристанище. Но башня была построена черкесским князем Тимрюком Аджибаматовым из рода Тажукиных в XVIII веке. О легенде больше, чем тысяча лет. В 50-х известный ученый Ставропольского края, историк-археолог Минаева проводила здесь раскопки. Она обнаружила городище, датируемое VI веком, со смешанным населением с преобладанием Алан. Экспедиции были найдены следы поселений. Жилые постройки, мавзолеи, могильник позднесарматского времени, а также стена с башней. На ее останках и было построено Тимрюком Аджибаматовым новое сооружение, ныне ставшее сердцем Хабетского района. А тогда князь взялся за дело со всей дотошностью. Он ездил к крымскому хану за лучшими мастерами, которые построили сторожевую башню. Воздвигнута она была из грузков песчаника, особой разновидности горной породы. Шириной до полутора метров и высотой до 13, башня имела пять этажей. Первый служил для хранения воды и пищи. Попасть туда можно было только сверху, со второго этажа, на который поднимались по приставной лестнице. На третьем этаже были окна и бойницы. Четвертый освещался через отверстие в потолке, а пятый был местом для дозора. Построенная на совесть, сооружение мог бы выдержать даже землетрясение. Сотни лет башня веры и правды служила горцам. Сегодня она по праву является украшением республики. Свидетельствующая о славном прошлом, башня все еще не открывает всех тайн, храня в своих вековых камнях героическую притягательность прошлых лет. Шерифат Лепшокова, Мухаммед Ашибуков, Вести Карачаева, Черкесия, Хабевский район. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. А в 14.30 вместе с Аллой Динаевой смотрите Вести. Хорошего вам дня. До свидания. 4 ноября. В День народного единства ВГТРК представляет. Всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!». Летопись великой страны. Мозаика религий и культур. Имена выдающихся соотечественников. Сплочение народов. Во знаменование грандиозных событий общей истории праздничный телемарафон продлится 16 часов 12 минут и будет доступен на всероссийской мультимедийной платформе смотрим.ру окружных телеканалах холдинга и всех электронных ресурсах региональных филиалов ВГТРК.